Как и все дети-сироты, нуждающиеся в предоставлении жилья, Илона Дядечкина получила такое право в 18-летнем возрасте. Заселение пришлось ждать три года, пока не подошла очередь. Сегодня, к слову, в ней около 300 тагильчан. Новая квартира девушке нравится. Очень хорошо, что основное все сделали. Ванны, раковина, плита. То есть не нужно было ее докупать. То есть все до ума довезти, в плане, чтобы минимальные какие-то детали, как балкон, застекли. Ну, первую необходимую мебель завезу и все. Перееду, конечно. Приобретаются и строятся квартиры для льготных категорий на средства федерального и регионального бюджетов фондом жилищного строительства. В нынешнем году Свердловская область получит на эти цели 1 миллиард 300 миллионов рублей. Планируется подписать около 800 договоров специализированного найма. Покупка производится через аукцион, через департамент госзакупок. То есть объявляются аукционы на приобретение жилых помещений определенной квадратной квадратуры и определенной суммы. То есть в эти аукционы может выступать любой застройщик или любой представитель. Главное, чтобы он подходил под критерии этого аукциона. Передача ключей от 14 квартир в новостройке на Тимирязево-30 с учетом противоэпидемических ограничений прошла в рабочей обстановке. Без обычных в таких случаях торжественных мероприятий. Еще 35 фонд жилищного строительства Свердловской области уже передал тагильским детям-сиротам в январе. 60 новоселий планируется справить до конца года.